всем привет друзья сейчас нахожусь на охоте во владимирской области за моей спиной лагерь вот такая вот палатка жили мы в этой палатке спали ели сейчас немного хочу рассказать именно не об охоте о самой палатке о том как у нас был устроен лагерь ну собственно как вы видите съезд дороги так как с карба у нас было много и везли его грузовой машине типа газель подъезд опять же ребята кто-то приезжал кто-то уезжал удобно было подъезжать спускаться ну и более наша охотничья было рядышком с нами на улице небольшой столик поставили две лавочки кострище опять же здесь собаку он дрыхнет сейчас пойду еще посижу значит вот так вот это все здесь выглядело в принципе культурненько аккуратненько сейчас еще перед отъездом наведем порядок мусор весь за собой берем значит расскажу об этой палатке поподробнее внутрь сейчас не буду заходить потому что там темно что это за палатка палатка называется ппк 54 то есть прямо каркасная палатка 54 это ее площадь но эта площадь не полезная полезная площадь у нее немного меньше сейчас обхожу ее данная палатка имеет 4 окна делают ее в санкт-петербурге кто делает тоже расскажу это отопительный модуль он ставится в специальное отверстие палатки дизельный отопительный модуль но работает от электричества то есть запускается регулируется число все об этом расскажу выключим кстати его также провода идут все в комплекте разводка покажу вот они провода протянуты пойдемте запустим чтобы зайти вовнутрь двигатель и было там светло может быть здесь вот на солнышке будет лучше видно давайте как так вот сделаю покажу значит вот она такая надпись здесь этот паспорт называется кому надо будет поставить на паузу посмотрите поподробнее здесь есть интернет-сайт я думаю там есть цены о ценах еще не буду ничего говорить может быть меняться давайте сейчас вкратце расскажу характеристики и также здесь паспорт есть поставите на паузу посмотрите кому интересно длина 9 ширина 6 высота 3 4 площадь полезной 45 квадратных метров ставится за 15 минут четырьмя обученными людьми значит где-то я видел что в комплекте комплектация снеговая нагрузка в общем то все здесь написано какое давление должно соответствовать всему 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 ну вот значит что идет в комплекте тоже можете поставить на паузу идет палатка сама мобильная него каркасная палатка значит пневмокаркас полом и тента внутренний утеплитель утеплитель пола упаковочный материал приколыши оттяжки кувалда насос механический ножной устройство надувной наду надува электрическая браво кстати хорошо качает вот комплектор электроосвещение розетки генератор дизельное отопительное устройство кондиционер одиночный комплект zip ремкомплект ну генератор генератор значит обычно 4 так и генератор бензиновый двигатель здесь установлен honda 200 сейчас я верну так надо включить сначала положение он хочет не про там топов было на пределе уже не стали не стал ехать за топливом потому что сегодня последний день сборы топлива на нуле может даже не хватит кстати по прожорливость но генератор где-то литров наверно 30 где-то мы спалили за 4 5 дней за 5 дней 30 или 40 литров а вот тепловая пушка но она и генератор и пушка работали можно сказать круглосуточно где-то в районе наверное литра 80 соляр дистополь его ну значит запускается очень просто вот называется как он дизельная пушка кому интересно посмотрите здесь датчик температуры 25 градусов сейчас заработает сама пушка заработал вентилятор заработала весь выхлоп идет наружу соответственно палатку идет только тепло сейчас зайдем вовнутрь я вам покажу что внутри дверь опять же здесь подвязал так вот она дверь небольшой козырек он кстати тоже подкачивается тут тут есть клапан дверь отдельно накачивается стену это не мягкий порог тоже мягкий вот мне можно вставать в общем вот освещение принципе светло в палатке для если его сейчас выключу вообще будет темно посмотрю значит здесь есть и бар это вот такой ящик идет там все детали запчасти насоса уплотнить этот утепляющий тент внутренней стекла съемные они все снимаются перед сборкой палатки москитная сетка 4 окна с одной стороны 4 окна с другой стороны в принципе я уже остался один здесь спальные места свернул раскладушки здесь надувные матрасы свернул оставил здесь свою раскладу в общем то просто каркас пневмо каркас который быстро ставится довольно теплый с освещением узо с розетками он крепится на стол стола отодвинута на краю стола уже стоит раньше называю наверное да вот ну собственно вот тут мой хибар остался вот такая вот палатка 45 квадратных метров полезной площади здесь можно как вы видите сделать и обеденную зону и спальную зону разместить здесь вот выход как раз тепловая пушка уже греет пушка моментально нагревает уже вот здесь уже руку можно обжечь в общем то хорошо она подтапливает здесь как ее можно обустроить внутри это уже дело вкуса можно сделать здесь спальную зону здесь поставить вешалки расклады разборная для одежды для сушки обуви какую-то тумбочку поставить в принципе можно на любой вкус полы тоже пвх перед сборкой конечно надо мыть то что были дожди грязь все это таскала сюда можно коврик какой-то постелить здесь вот мы не прочитать прочитали на было сделать на стильчик такой на тучи как раз дождя чтоб грязь не развозить коврик постелить но мы первый раз и используем в таких наших полевых условиях поэтому думаю что будем ее использовать и далее очень удобно быстро самое главное что что мы самое главное самое главное все разместились в одном месте не надо ставить пять палаток разных собирать разбирать поставили одну здесь спим кушаем отдыхаем в общем нормально далее вот такая вот палатка сейчас еще раз со стороны покажу стороны дороги вид со стороны дороги нашего лагеря в принципе очень хорошее такое местечко даже деревьи деревьи небольшие растут елочка здесь в тему ну вот такая вот палатка да зверь пойдем на охоту посидим еще может прилетит гусь ну ладно ребят паспорт я вам показал все данные вы сможете найти в интернете конечно но мы будем собираться идти в наши ямы надо оттуда выносить чучела снимать маскировку ну немножко посидим пока хочу гусик летает вдруг кого-нибудь наманим всем пока